Пятёрку худших игр прошедшего года Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Классических персонажей Классических персонажей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Громкоговорителей Субтитры делал DimaTorzok 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 Какая-то просто вымышленная хренатень, вот и всё, что содержит в себе эти текстовые файлы. В общем и целом, игра представляет из себя, конечно, конченый шлак, несмотря на очень годную графику. Видимо, разработчику было лень сочинять вменяемый сценарий, выдумывать какой-нибудь более-менее интересный геймплей. Решили, что, глядя на красивый скриншот и прочитав сюжет игры, более-менее известные раскрученные игроки и так схавают. Ну, возможно, что и схавали. Сам я игру до конца не прошёл, просто бомбанул от этих перемещений по компасу и координатам. Но, глядя на то, как в конце игры весело прыгают многотонные глыбы, не пожалел ни разу. Достойное третье место в топе пяти худших игр 2015 года холод занимает вполне заслуженно. Интерес игроков к серии Resident Evil заметно поостыл, и ремастеринга первых частей ждут больше, чем выхода новых. Но, видимо, не так интересно убивать монстра, состоящего из тентаклей и кишок, как стрелять по классическим зомби. Однако, это не повод останавливать денежный насос, выкачивающий средства из поклонников серии, и вот Capcom выпускает очередную часть Resident Evil Revelations 2. Игра сходу отстала по графике лет на десять, но серьёзно она выглядит хуже, чем первый Alan Wake, что, кстати, не мешает ей периодически жутко лагать. Игра имеет мифический кооперативный режим прохождения, который работает только на каких-то консолях, деля экран пополам. Один из игроков будет играть персонажем, который вооружён и убивает противника, второй будет ходить и светить по сторонам фонариком в поисках патронов для первого игрока, что не очень-то интересно. Игроки на ПК же проходят игру в компании тупого бота, которому не по силам задача пройти по узкой доске, не грохнувшись вниз. Можно переключаться между персонажами, что, конечно же, в условиях экшена сомнительная функция. Сюжет игры мало того, что тупорылый в доску, так игра ещё по примеру Тейл Тейл Геймс, ну или Лайф и Стрэндж нарезана на эпизоды. Я уверен, к неописуемому восторгу тех немногих людей, которым эта игра была интересна. Хэппи-энд притянут за уши, даже не притянут, а натянут. В итоге, что мы имеем? Говённая графика, говённый сюжет. Говённый геймплей, говённое всё, и непонятно, почему это месиво говна назвали Resident Evil. Хотя понятно, чтобы выжать денег. Безусловно, это достойный претендент названия худшей игры 2015 года, но всё-таки нашёлся тот, кто смог её переплюнуть. Встречайте, неоспоримый победитель названия худшее дерьмо 2015 года, без конца тупой и всё время лагающий Batman Arkham Knight. Игра вышла настолько багованным и лагающим куском дерьма, что была снята с продажи и перевыпущена, в общем-то, с теми же лагами, как я слышал. Чести ради надо сказать, что игра смотрится довольно красиво в плане графики, но она чрезмерно тупорылая и однообразна в плане геймплея и прохождения. Фишкой этой части стал Batmobile, но поверьте, что он в этой игре достанет даже мёртвого. Лучшее применение этой машины – это миссия с гонками. Во всём остальном сюжете каждые 15 минут вам приходится сражаться с танками-беспилотниками, что крайне унылое и однообразное занятие. Я уж думал, что скучней боёвки в этой игре уже ничего не будет. Главная сюжетная интрига этой части состоит в том, что неизвестно, кто же всё-таки скрывается под маской рыцаря Архима. Сразу скажу, что сюжетный поворот в этом плане говнища полная. И личность рыцаря Архима можно угадать примерно за 2 часа до того, как он всё-таки явит свой лик народу. Сам же Бэтмен в этой части в конец отупел. Это видно потому, что каждые 5 минут он звонит по своему бетафону то Айфреду, то Фоксу, то Оракулу и без конца спрашивает у них, что ему делать. Это бесит просто, наверное, даже больше, чем Бэтмобиль. Во время прохождения приходится без конца метаться между укрытием Оракула, полицейским участком и ещё двумя-тремя объектами, которые я даже не запомнил. То есть ты проходишь, проходишь сюжетку, потом тебе говорят, опа, вернись-ка ты в полицейский участок через всю карту. И ты туда либо летишь, либо едешь, как тебе больше нравится. Из побочных квестов вам предлагают останавливать абсолютно одинаковое ограбление банков, разминировать с помощью автомобиля бомбы, гоняться за безумным пироманом по имени Светлячок, ловить вампира, расследовать убийство, спасать женщину-кошку от загадочника. Наконец, казалось бы, на всё это можно забить болт и нихрена не делать. Однако финальная концовка игры доступна только после прохождения всех побочных миссий. Да ещё и Джокер, который хоть и помер в прошлой части, в этой его просто дохренища. Его так много, что уже блевать от него тянет. Дело в том, что Бэтмен траванулся ядом и в итоге у него галюны. На каждом углу ему мерещится Джокер, который что-то ему всё время затирает. В итоге, в сухом остатке, данная игра представляет из себя неинтересный предсказуемый сюжет. Типа, Бэтмен всех спасёт и победит. Абсолютно галимые однообразные миссии, как пешком, так и на машине. И всё это в сопровождении огромного количества лагов, фризов и просадок фпс. В итоге игра, мало того, что затянута, так ещё и время у неё идёт час за пять, в сравнении с любой другой нормальной игрой. То есть, если в интересную игру ты сидишь часов пять и тебе кажется, что ты играешь только час, то в Бэтмене всё наоборот. Ты играешь только час, а тебе кажется, что ты сидишь уже часов пять. Поэтому, Бэтмен Арханг Найт бесспорный лидер в пятёрке худших игр пятнадцатого года по версии канала. На этом, собственно, всё. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И помните, если вас что-то в этом топе не устроило, вы всегда можете сделать свой топ с блэкджеком и шлюхами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok